Добрый день, дорогие друзья! Спасибо большое, что пришли сегодня сюда. Спасибо большое, что интересуетесь дизайном, вам интересно послушать, что мы будем говорить про дизайн. Мы сегодня будем говорить на разных языках. Я надеюсь, что всем будет более-менее комфортно, постараемся найти такую среду. Как вы знаете, и я очень рад, что лично знаю, наверное, 90% присутствующих, мне это очень приятно. Я живу в Нарве, и мне лично очень приятно, что такое мероприятие мы проводим здесь, именно в Нарве, чтобы больше говорить про дизайн. Я считаю, что, это мое мнение, я считаю, что дизайн это возможность сегодня прикоснуться к будущему. Ну, потому что это такой набор работы, который происходит разными-разными людьми, который позволяет не только получить эстетическое наслаждение, полюбоваться чем-то и так далее, не всегда дизайн имеет отношение к искусству, я думаю, мы сегодня об этом будем говорить еще впереди. Но всегда он имеет отношение к опыту, который мы получаем. Опыт, дизайн это опыт. И если просто так мы можем получить только вчерашний опыт, который был сделан вчера, то благодаря дизайну мы можем получить завтрашний опыт. И вот я надеюсь, что коллеги, которые сегодня будут рассказывать про свой опыт уже с другой стороны дизайна, хотя я понимаю так, что здесь все, в общем-то, так или иначе связаны с дизайном, поэтому наш, можно сказать, опыт. Мы расскажем о том, как мы, какой у нас подход, да, как мы начинаем работать, как мы делаем какие-то вещи. Я думаю, конкретные кейсы все покажут, да, покажем кейсы работы. Вот, что-нибудь разберем интересно. Я очень надеюсь, что из сегодняшнего мероприятия мы все выйдем с более широким и глубоким пониманием того, что такое дизайн, если его не было. Или лишний раз похвалим себя, погладим за то, какие мы визионеры, насколько широко и глубоко мы понимаем какие-то вещи. По песту им свое самолюбие большинство присутствующих здесь. Вот, для тех, кто открывает для себя сейчас дизайн, понимание каких-то вещей, хочет постичь, я надеюсь, что мы сможем это сделать. Вот. Спасибо огромное еще раз, что пришли сюда. Мы будем следовать вот этому плану, который вы можете видеть за моей спиной. Сначала немножко поговорить видео, потом Свен, потом Павел, и потом я порассказываю о том, как я работаю. А после этого мы сделаем небольшую дискуссию. Я думаю так, что мы сделаем ее на английском языке. Я надеюсь, что всем будет комфортно. Если нет, то я постараюсь либо переводить на лету, либо как-то подстроиться гибко. И я хочу, чтобы в рамках этой дискуссии мы как раз таки поговорили про пользу дизайна. Чем он полезен, кому он полезен и вообще полезен ли. И я надеюсь, что к этому моменту в течение наших вещей мы придем с пониманием вообще, что такое дизайн может быть на примере наших конкретных кейсов. Вот. Все же понимают, что такое кейс? Правда? Мало ли. Наверное, я тогда закончу говорение. Лидия, пожалуйста, я не буду рассказывать всякие титулы и так далее. Я, конечно, их прочитал. Ну, как бы я там знал, кто где работает и как бы вот, как бы да. Но прочитал еще титулы. У всех столько титулов приятных. Вот. Но мы сделаем так, что каждый просто сам про себя расскажет, чтобы без таких вот, ну типа овер-ожиданий. Пожалуйста, давай. Так, надо поставить презентацию, да. И у нас есть клипки. Ого. Замечательно. Спасибо большое, что пригласили. Очень приятно. Я Лидия. Я работаю в ДУКС. И немного сначала расскажу о месте, где я работаю. Мы создаем интерфейсы. Это и приложения, и сайты, и системы управления. И делали проекты для телевизора и киосков. То есть мы не ограничиваемся каким-то размером, какими-то рамками. И, в принципе, все, что связано с экранами, мы любим. И интересуемся этим. Мы работаем с различными проектами. У нас есть и государственные организации, у нас есть и некоммерческие организации, телеком, также стартапы. И как мы работаем? Когда у нас начинается новый проект, мы делаем анализ, разбираемся с целями, задачами бизнеса, делаем исследования. Часто это бывает изучение какой-то информации, если тема нам не знакома. Также это сравнение конкурентов. Либо исследования, конечно же, пользователей. Это могут быть интервью, и опросы, и наблюдения, в зависимости от того, какой проект. И мы стремимся понять проблему, поставить основные цели нашего проекта. И затем мы уже переступаем к проектированию пользовательского опыта, и составляем пользовательский сценарий, информационную структуру проекта. И, конечно же, контент-стратегию, делаем прототипы, и, конечно же, ее тестируем на пользователях. И потом уже приступаем к визуальной части. Это, конечно же, то, как будет выглядеть финальный продукт. И, опять же, тестируем на пользователях. И также делаем анимации, чтобы подчеркнуть какую-то идею проекта, либо подчеркнуть какую-то важную часть, какое-то важное микро-заимодействие в продукте. И также мы разрабатываем, мы делаем тендент и бэкент-разработку. И сегодня я бы хотела рассказать о нашем проекте, который очень связан с темой сегодняшней дискуссии. Это Холи. Это был календарь и средство связи для пожилых людей, который мы сделали в 2019 году совместно с Fox Solutions и Мартом Юлиссором. И когда мы начали его делать, Март, он уже достаточно долго работал с этой темой, работал с темой пожилых людей, различными особенностями, например, деменцией, проблемами с памятью. И он уже владел достаточным количеством инсайдов, провел достаточно исследований. Но мы все равно решили сделать, узнать и видеть, как это на самом деле, потому что очень важно работать. Потому что очень важно работать с реальными людьми, смотреть, наблюдать. И это может дать гораздо больше и также вдохновить на то, как будет выглядеть реальный продукт. И мы ездили в дом престарелых, общались с людьми. И мы обратили внимание, что у людей, у пожилых людей проблемы с тем, что они не могут, они не запоминают то, какой они путаются в расписании. Извините. И они чувствуют себя очень фрустрированными. И они чувствуют себя очень беспомощными. И персонал, он тратит очень-очень много времени на то, чтобы им напоминать, постоянно проверять комнаты, постоянно ходить, убеждаться, что все будут мероприятия, которые запланированы в доме престарелых. Поэтому мы решили, что мы должны с этим помочь. И после наших интервью, наблюдений, мы создали пользовательские сценарии. Это те действия, которые делают люди, чтобы достичь своих целей. И создали вайлфреймы. В основном мы сконцентрировались на том, что на работниках и то, как они будут пользоваться платформой, как они сами будут создавать все эти мероприятия, создавать календарь. Они могут создать общий календарь. Но также кастомизировать его индивидуально, потому что самое главное в работе с людьми, особенно с людьми с проблемами с памятью, это то, что это индивидуальный подход. Они все разные, у них разные проблемы. Им нужны разные лекарства, например. Какие-то свои процедуры. Это все должно учитываться. И персоналу должно быть просто. Это все назначать. И после этого мы, естественно, создали требования к интерфейсу. Это всегда должен быть один четкий фокус, инструкция. Все должно быть очень понятно, текстово. Очень читабельно, очень контрастно. И мы потом пришли к этапу тестирования и итерации. Если вы посмотрите, это с чего мы начали и как вы это представляли. И потом, тестируя это, мы пришли к почти, это не финальный, но почти финальный результат. И вы видите, как постепенно интерфейс упрощался для пожилых людей. Как он укрупнялся и как отметалось все лишнее. И я бы хотела сфокусироваться на том, был ли это вызов. Иногда есть проекты, которые гораздо проще выполнять, потому что ты, может быть, там, усоединенный пользователем, либо ты к этому относишься, ты, может быть, можешь относиться к какой-то целевой группе тоже, например, продукта. Но здесь, ну, у нас нет деменции, мы пока молодые, и поэтому мы не очень знаем, что и как. И поэтому мы очень много тестировали, действительно. И какие были вызовы? То, что обычно мы привыкли, потому что мы долго работаем, мы все равно привыкли смещать наше внимание на то, что все должны быть очень красивы, потому что не только людей встречают по одежке, но и интерфейсы, а потом уже функции. И здесь иногда что-то было не очень красивым с точки зрения эстетики, с точки зрения тебя самого, как дизайнера. Но оно работало, и именно таким способом помогало достичь результатов. Также нам пришлось учиться смотреть на мир и глазами других людей, потому что не у всех людей хорошее зрение. И нам, мы очень часто любим полутона в интерфейсах, очень любим с этим всем играть, шрифты. Но здесь тоже нам приходилось смотреть, будет ли это читабельно. И не просто проверять контраст, а, например, щуриться, смотреть, сливается ли это в одно. И, например, здесь, это предыдущая версия, и это одна из ближе к финалу. Например, мы узнали, что лучше, самый важный текст писать крупными заглавными буквами. Очень важно, что пожилым людям с деменцией, особенно прогрессирующим, самому важную информацию лучше писать всеми заглавными. и день недели, и время важнее, чем, например, дата или год. И все инструкции, весь текст тоже должен быть очень контрастным. Может быть, с точки зрения эстетики, я бы не хотела выделять это так, но с точки зрения человека, который будет на это смотреть, это самый оптимальный вариант. Также пришлось бороться с когнитивными искажениями. Когда мы что-то узнаем, нам кажется, что это все легко, понятно, элементарно. Но на самом деле люди, которые это не знают или забыли, они могут испытывать сложности. Как вы думаете, это первый вариант, а это финальный. Как вы думаете, почему мы избавились от такого изображения в более простом? Меньше деталей, конечно. А почему? У маленькой иконки это все сольется, и превратить здесь тарелки непонятно что. У людей еще и две нет в Ак-Вэй, и у людей вообще плохо видят. Так тут, по крайней мере, в блюдечках был бы тарелочкой. Очень близко. Мы делали интервью, и делали тестирование. И очень многие люди воспринимают это буквально. Были люди, которые смотрели на это изображение и говорили, о, у нас сегодня сосиски на обед. Нет, это абстрактное изображение. И поэтому мы старались убрать все лишнее, но при этом не делать это очень абстрактным. Потому что люди тоже считают, что многие люди не узнают абстрактные символические изображения. Как вы думаете, что случилось со вторым? Они сказали, что у них это как бы не надо, а у них какая-то другая проблема. Почти. Очень многие решили, что это конфеты. И да, многие решили, что они на самом деле не принимают столько, как бы, такую горсть. Мы решили это тоже упростить, но оставить понятным. И такой работы по детализации, по упрощению было очень много, которая была достигнута через различные тестирования. Здесь, например, тоже, когда мы тестировали на людях с прогрессирующей генцией, оказалось, что эти люди не очень хорошо ориентируются во времени с часами. И поэтому для них лучше циферное зачертание. И для них расписание по порядку, оно тоже очень сложное. Поэтому им надо показывать то, что будет ближайшее, чтобы они могли смотреть, и соотносить время здесь и время здесь. И таким образом мы пришли через упрощение, через тестирование, итерации, мы пришли к финальному результату. И тут есть два варианта экранов. Это один, можно сказать, для продвинутых пользователей и для людей, у которых ярко выражены проблемы с факт-мутил. И также есть функция звонков. Она тоже максимально упрощенная, чтобы ничего лишнего не мешало. И тут намеренно очень маленькое количество экранов, потому что люди очень часто боятся, что вдруг они что-то кикнут, а оно все сломается или щетит. И поэтому с планшета или с телефона тут не так много вариантов, где настройки. Все настройки в системе управления. То есть, чтобы человек ничего не тыкнул, и оно пропало. И они были установлены в комнатах и также в общем зале. И потом нам повезло, что мы смогли съездить в дом престарелых и узнать, как это устройство повлияло на жизнь в доме престарелых. И в целом люди, которые там живут, настояльцы, они сказали, что они чувствуют себя в силах следовать распорядку, они меньше забывают. И также оно очень ненавязчиво. Если кто-то смотрит телевизор, например, они слышат звуками, с нежно-звуковыми недовольниями. Они не должны поворачиваться. И также персонал сказал, что они гораздо меньше времени тратят на то, чтобы быть просто живым будильником, живым уведомлением. И люди стали чаще проверять самостоятельность и посещать мероприятия, и исследовать графику. То есть у них стало меньше нагрузки такой вот рутинной. И они смогли заниматься другими делами, связанными с работой. И я думаю, что я хотела бы сказать, что вообще, когда делаешь дизайн, очень просто забыть, что есть не только вот средние люди, усырьненные, что есть люди, у которых совсем отличаются когнитивные способности, которые просто по-другому видят, понимают. И когда делаешь дизайн, да, обязательно надо думать о том, что если твой продукт будет использован человеком, который очень отличается от тебя. Я думаю, что у нас есть две минутки, если мы... Пара вопросов есть, если есть, то давай. Почему синий цвет? Это спектр связан, или это опять же люди, пройми все зависит? У вас превалируют, просто я смотрю, на все экраны, это одни, потому что синий, все экраны. Ты можешь обратно отмотать, а нижняя кнопка откажется. Ничего другого нету, это только черный синий. Да, да. Ну, белый-то понятно. Ну, мы выбирали, как красный цвет и выбирали синий, как бы психологически, он часто ассоциируется со здоровьем, с попостем и так далее, потому что, например, многие цвета, они очень активные. И мы выбирали такой цвет, который будет довольно нейтральным и довольно повсенебным. И также мы старались не делать большое количество цветов и оттенков, потому что это, опять же, будет способствовать тому, что невозможно фокусироваться на информации, которая нужна и которую нужно увидеть. Ну, как бы, а по поводу синего, да, мы решили, что психологически синий наиболее комфортный цвет, в принципе, один из самых комфортных. Ну, явно не красный. Красный, например, в интерфейсах он используется для того, чтобы сделать фокус на чем-то очень важном либо на какой-то проблеме. И мы хотели сделать, выбрать цвет, который бы хорошо сочетался тоже с такими цветами системы. У нас, значит, это все заканчивается на личные маншеты, телефоны или это в комнатах стоят стационарные, которые, в принципе, вот не под экраны, больше ничего, без обратной связи? Пролитом, да. В комнатах они тоже стационарные, которые они все время установлены так вот. И персонал управляет расписанием с компьютера, то есть настраивает это все сам. Есть также версия для частного использования, когда, например, дети или кто-то из родственников может установить приложение себе и подключить такое же приложение к телефону, например, своей бабушке. и тоже ограничить функции, но уже, конечно, расследить за тем, чтобы там все работало, потому что, опять же, люди многие не замечают этого. Вот, то есть, тут есть две версии, как это настраивается. Но для семьи, да, оно тоже получается, что родственник, главный, хозяин главного телефона, он настраивает все сам. Еще вопрос у вас там вот часы-минута, движется с двумя точками, а потом с одной. В чем смысл отказа? Вот этот? Нет, раньше. Да и вот там. Ну, ладно, здесь две точки, а здесь одна. Вот такой вопрос. Да, когда это обращается? Вначале там тоже было движется с двумя точками, а потом с одной. Я думаю, что, учитывая, что это вот рабочие экраны, это главный вариант. Я думаю, что, наверное, это одна из итераций, когда экран заблокирован на ночь, и, да, наверное, мы сами не заметили, когда делали демонстрацию. Что началось сейчас расписание исходное с тем, как в поездах едешь, вот там вот видно, да? Это уже хорошо. Вы поэтому, то есть, не делали. Да, потому что хорошо в Валроне едешь, вот, примерно, то же самое, вот, даже вот. Вот, я же. Да. Да. Так, еще один вопрос, мы можем для людей принять. А сколько времени вы тестировали? Сколько у вас ушло? У нас было три итерации, три рауна тестов по времени. Обычно, ты думаешь, мы назначаем людей на один день какой-то, да, мы ездили в больницу. И, получается, у нас было расписание, кого, когда мы тестируем. То есть, обычно, это, например, может быть один или два дня, в зависимости от расписания людей. Ну, здесь у нас подержатые сроки, ну, это можно, как бы, организовать в зависимости от того, как организуешься. Потому что мы ездили в больницу, мы старались сделать это как можно быстрее, потому что пожилым людям тоже внести свое расписание, и они не всегда могут присутствовать. Класс, спасибо огромное. Все остальное мы будем всегда всегда во время дискуссий. Пожалуйста, Свена я приглашаю. Открываю презентацию. Могу я на реке «Доблы маленькую» «Давай грозы». Супер. И, если есть вопросы, я могу и стола все говорить по-русски. С таким же опытом. Хорошо. Нет, я имею в виду «Е». Давайте уточним, кто еще связан с дизайном здесь? «Сауна Хогимус». А, «Сауна Хогимус». Я просто сауна Хогимус. Окей. У кого сауна? Подождите, я просто не поверил. У нас реально, что у четырех человек сауна Хогимус? Да. А, «Сауна Хогимус». Да? Хорошо. О, «Сауна Хогимус». Сами на снахогимус. Си есть, на снахогимус. Сеттиме. Сеттиме тоже. Нейм, не пеоксалимус. Сауна мюлсит. Леримюлс. Сели дарами, Это если температура довольно высокая, чтобы не обжить шапки. Да, это был шапки. Да, у меня был клиент, который был желан, что это было бы именем, что это было бы именем. Сауна арюле линсатakse сеаде, который вводит саунами лаериал кума руху, который юридит пырандопиннале и ласадит пырандопиннале. Сауна арюле ласадит пырандопиннале и ласадит пырандопиннале и ласадит пырандопиннале. Поехали на дороге редкий закончен регио лавины все 원�HAлиματα. С麥ματα пinterpretныеacioэне укралифальмары на пырян свят сауна. и вот эти пильдии, это очень важный рывок, мы уже находимся здесь, и вот здесь. И в северном пильте, и в ротах к тебе, это которая будет создана. И для того, чтобы мы узнаем, что у нас было и нам, И мы получили очень важная вещь, Возвращение на любви, если вы optал на виду, кольцо, кольцо, в виду, с целыми, когда у него просто целый, так как неправильный пассажер. Главный пассажер был в шоке, который вошел в рамках альпе. Мы обучили, чтобы обучить, чтобы обучить, чтобы обучить, чтобы обучить обучение, как это будет. Я думаю, что Леви, если мы обращались вести, как мы обращались, как действует. Мы обращались на обращение электрогеники, которым мы взяли, и также также использовались материалы. Особенно идеи, которые были введены, в основном, учитывая деталь, керамиками, металлист. И вот, как мы видим, что мы используем керамилю, которые были введены в основном. и теперь мы летаем и без Scar fiscal относительно, что если он был вязан, то он был вязан, и он был вязан. Которые, которые получают, которые не имеют, и они узнавают, которые не имеют, что они об этом, они уникали. И в основном ухвале, как мы видим, как мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим, что в этом направлении, и скитсееринь, из-за того, как он стилизировал, и учитывал, что традиционный керес, как он электро-керес или пути. И милляпиале мы ходим омаваристы автусты? В том числе, что все, что все электричные, которые были выполнены, веетлет, веетлет, что табули, как пыль, как он либо в пыль, который находится, но электрокею срочно не будет. Та не входит срочно-пыль срочно-пыль. Но если электрокея на самом деле, если все это может быть, если мы как-то неимаем, в том числе и ехать на електрюлипсию ни в коже. И мы пюли зашли вону, и салателев спинал. Это был идти сейчас, и если он был вверх, то он был вверх, и он был вверх. И вот этот пункт, который был вверх, он был вверх, когда он был вверх. И я уже не могу понять, что он был вверх. и мы уже отдавали наше место, которое мы приняли на эту работу. Мы приняли, что мы приняли, что мы приняли сministу кеерисов, что у нас есть электрики кеерисов. И это было на самом деле. Та может быть более надолем, чем более надолем. И они не были. Особенно. Когда ТЕГУ-ТЕЛИ, когда ТЕГУ-ТЕЛИ, были ТЕГУ-СУРСТЕНОЛООГИ ИНСЕ НАИГА, то в том числе КЕЕЕСЕ ТАРА, вот, как утреймин� Airlines, когда ТЕГУ-ТЕЛИ, когда ТЕГУ-СУРСТЕЗ, были в том числе 20 польные, что будет наглядат. И мы тестировали, как его работали с температурой, подключили, в том числе. В этом числе, в этом числе, в этом числе, в том числе, в том числе, в том числе. И когда я сейчас прянусь, то мне, как я сауна и сауна и сахар, то я был очень скептим. Я был очень скептилим. И не то, что это не было, но это эмоционально эмоционально. И это было очень много. И когда мы салим, как мы салим и салим, и мы, как мы оважем, на миле, и салим. И я мог бы поздно знать, что в этом случае, что он был исполнен. И один из самых важных вещей, который был в этом году, В общем, как и отличное время, я не буду любить, но я буду давать за 100, 100. Понятно, что он говорит, что меня в 5,7, 8, я веду себя, что я все это могу. Ага, сори. Ага, эти 70-80 градов... И как это было? Возвращение следует срока. Когда ты проиграл, да ты проиграл, а когда ты проиграл, когда ты проиграл, как вам это проиграл, это проиграл. вы же это из-за того, что, что вы уже делаете, в том случае что тебя не известно, что тебе похудут, ни одного как ни разного, ни одного, когда даже можно тонненькое. В общем, если ты с этим работаешь, то есть что ты вместо того, как вы его изготовили, что вы видите, если ты в таком уровне, И так как и食べて обшор витки, то фейтсринск, витку, как этот оттенок, и он исправд ossит его время. Когда в ventilацию Honeydus прожден самая, который подсветает шею, и в рамках время модели пешков, и даже собачек витки и подпишись, Когу аэр автоматически. Сауни не имею никакого времени. Те куртателем электрит. Тебе... 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 Ja... Ja teie... See... Ma taan öelda, et see... Selline... Tunnetuslik osa on nagu... Nagu viidud nagu... Palju... Meeldivamale tasandile. Mida... Mida võib... Järgnevalt ka... Ka... Endale soetades katsetada. Siin... Nüüd näete... Mitte kõige ka muusemat osa sellest projektust. Kus... Kus... Sisuliselt... Me... Peame jõudma... Kõikide detailidega... Nii sugu selle tasandile... Et... Nad on kõik valmistatavad. Nad on kõik viinistliks. Ja nad on kõik koostatavad. Või tähendab... Kogu see toode on... Kohapäev... Seina vaivadatav... Koostatav... Ja ta peaks... Siin on kuumas... Ja niisest... Ka vastu... Siin on... Mõningalt... Koostäe... Jooniselt... Anu öelda, et... Teesime selle... Erise jaoks... Ka need... Pütteelementid... Siin... Tõeb... Ja... Tõeb... Nii suuksed ästalt... Kuulugud ka... Siis on meil... Tõe seksa... Siin... Nüüd... Kõik... Nüüd... Kõik... Kõik... Esimese teendajadused... Siin... Kõik... 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 Siis... Eesti... Desaini... Auna... Bruno... Näituse... Tarvis... Põhjaalakeskuses... Üles... Pandi... Siin... See... Sama õhtu... Siin... Temast üks... Jäna võit tehtud... Tavuline... Nüüd oli... Võit... Jäks... Ne... Kõik... Tõline... Ja... Siin... Teie... Koos... Meie... Põhju... Juhiga... Kõik... Kui... Nüüd... Selle... Protsessi... Kohta... Või... Nüüd... 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 Või... Või... Kõik... 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 Сейвилега начинал около 30-х годов, но там были специфильные письмены. Температурияльтусы, как они, 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 в этом году, во время, они уже переставали. Но, в теме космены, которые они будут убить, в середине, в течение веке, где они были одна из restки. И архвалиоз, что у нас есть, Те же кассе на керамиле, но не может быть. На минулась кайфу, как я не знаю, но керамилен не может быть. Но керамилен, но керамилен, как кассетус, он легенит. Идут. Их... 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 Идут. Их... Их... Прямо, да он с тобой? Да... Ильчатурная идея, у нас уже ищет, что он исполненен. Да, но не так, что-то пирожда. Да, не так, что это. Но это, что-то двое, но это, что... Тоже, когда мы составляем 30 влажнов. И сегодня улома 130. Это так, что они не так, что он будет ваген. и в рейсинге он надеялся, который входит в рейсинге на 60-е годы, а он в порядке 80-е годы, а если оно будет смотреть на рейсинге? Да, он и нахит. Да, он и нахит. Субтитры создавал DimaTorzok Mulle meeldid, mida ei tee, mulle meeldid, uugemis ole vaat. Vimalik küsimus meele. Mis see süsteem teelusad õhk, kas on täiesti vaikne või teemingi ära? Ta on vaiksem kui see, aga mis siin laul on. Õhulikumise ära nii võid esiti. Kuigi me üldsime väitida kõik suudelit õhulikumise korridoris neid takistusid, mis tehitada. Aga kuna selles üles slaidis oli mul näilatud, kuidas me võtame kevise tasandis külmõrku sisse. Ja miks siin seda õhulikumalt välja. Seal on need rõhuid ja seal tulevad nagu need niigi ära jõudud. Aga nasel on väga minima. Väga minima. Võrgimus. Atea, Sven? Kõrmus. Pahel ja Vitalij jõudusid? Kõrmusid teed? Me võrgimusid. Kõrmusid teed? Tumis ja Võrgimusid. Мы с Виталем работаем вместе в студии Апстерс, и у нас такая немножко презентация поделена в две части. Одна часть немножко, мы думаем, подумали, будет интересно поговорить вообще о процессе дизайна, что поменялось, что какие-то тенденции новые появились. И потом перейдем просто к своему проекту N30, который здесь на выставке предоставлен, и расскажем немножечко о нём. Прежде всего, я Павел, я учусь в путь академии, потом в ПТУ. Я дизайнер, люблю стратегию, ремальский немножко образ мышления и пожизненный такой оптимист. Ну, я Виталий, Виталий Валтоновин. Совсем недавно закончил продакт-дизайн в ПУСТе Академии. До этого я как архитект, интерьерщик образования. В целом, наверное, назову себя больше мультипельцом, мультидисциплинационным, да, именно дизайнером. И в целом, скажем, наверное, так, очень обширный вид деятельности у меня. Но в целом занимаюсь тем, что я люблю. Ну, в студии у нас разом занимается, в принципе, тоже, как в ТАЛИЦЕЗАН, будет дисциплинарными всякими этими отраслями дизайна, от промышленного, графического, до упаковки, и визуальной айдентики там иногда. Вот. То есть здесь какие-то просто сборки, каких-то работ последних, и более-менее старых, то есть промышленный дизайн, графический. Если кому-то интересно, потом можете на сайте у нас посмотреть. Вот. И говоря о процессе, да, вот дизайна вообще, то пришла такая идея в голову мысли, да, что вот как, допустим, все люди не знают о дизайне ничего, сравнить с задачей написания, допустим, какой-то статьи на какую-то тему, которую вы не знаете. Ну, допустим, тема об обрах. Мне, в общем-то, в голову пришла такая тема, какая я не знаю. Я знаю об обрах, но я не знаю, как они живут, почему делают эти плотины и все такое. И по сути мне для того, чтобы написать статью, надо понимать, а для кого вообще я ее буду писать, эту статью. Я ее писать буду для детей маленьких, чтобы рассказать, что есть такие животные, да, и как они вообще живут. Или я буду писать для специалистов, которые уже знают вообще об обрах много, и мне надо исследовать эту тему. То есть мне надо погрузиться в этот контекст определенный, чтобы узнать о нем больше, иметь широкую точку зрения и, основываясь на ней, уже написать статью. То есть это важная тема. И, в принципе, в процессе дизайна происходит то же самое, что дизайнеры сами по себе постоянно сталкиваются с задачами, которые не всегда, с которыми они не знакомы. Допустим, Света рассказывал про сауну, и большинство из нас, мы имеем опыт взаимодействия с сауной, мы уже чувствуем, понимаем все боли, да, и нужды человека, который находится с сауной. А если рассказать человеку, который не знаком с сауной, не знаю, ну, допустим, из Таиланда клиенту, он не знает, что финская сауна, никогда не было в ней. То есть здесь уже другие проблемы всплывают. И, вообще, чтобы создать отличную какую-то работу, проект, да, то, в принципе, это в большей части зависит не от гениальности дизайнера, да, бывают какие-то такие вспышки звездные, да. Но, в принципе, рутинная работа дизайна – это постройка правильного процесса работы. И от этого зависит качество результата, вот. Что сегодня, вот здесь тоже упоминали тему, вот это вот дизайн, художник, да, что дизайн больше не занимается чисто только вот эстетической частью и удовлетворением человеческих потребностей в проекте, да. То есть это становится более сложным, не развивается за счет технологии, появляются новые возможности проблемы с окружающей средой и так далее, и так далее. Социальные новые вещи все. И, то есть получается, что дизайнер становится проектировщиком какой-то среды человеческого взаимодействия, опыта человека. То есть он проектирует уже не просто объекты, да, не просто стул, а он проектирует события взаимодействия человека со стулом, да, получается, это уже более в широком понятии. И этим самым он как бы должен заглядывать в будущее, чтобы проектировать взаимодействие человека не сейчас со стулом, а в будущем, да. То есть он должен проделать работу, как человек взаимодействовать будет в будущем с этим стулом, и как это сделать лучше. Создает стиль жизни, да. То есть дизайнер, какой бы он ни был, там, промышленный или фэшн, он, в принципе, проектирует стиль жизни какой-то. Вот. И вот грамотно выставленный этот дизайн-процесс, как раз он улучшает работу в разных областях, как бы. То есть, по сути, дизайнер сейчас, ну, я к этому еще вернусь, занимаюсь не только проектированием каких-то объектов или продуктов. То есть есть вот такие известные, может, кто-то, кто близок к дизайну, дизайн-мышление, разные совершенно методологии построения работы. Разные университеты, дизайнерские фирмы создавали вот этот принцип, как вести дизайн-процесс, что делать, какие шаги, каким шагом следовать, да. Но, в общем, они все схожи, что... Вот. Схожи, но все они такие, в принципе, они, да, все они не линейные, как на картинке, они все итерационные, ну, все знают, что такое итерационные. То есть это возвращение, да, к чему-то назад. То есть это какая-то эмпатия, вы погружаетесь, что-то там выбираете, генерируете идеи, тестируете, и на рынок все это выкидываете, да, все, замечательно. И получается, что этот процесс хороший, и он используется до сих пор везде, и он нужный, да, для погружения. Ну, появляются новые потребности, и, допустим, такие вот вещи, как фьючер спинкинг, как футуристическое мышление, что ли, как называть его так, или экономика замкнутого цикла, да, это такие очень популярные сейчас слова, и термины, и вот эти вот методики, которые не приносят. И, к примеру... Да, и также рынок сам нуждается в такой экономике. Например, у нас сейчас доминирует все-таки линейная экономика, то есть мы что-то берем, допустим, ресурсы из земли, из них мы создаем какие-то продукты, и потом, в принципе, он становится мусором, и мы его куда-то утилизируем. В идеальном обществе, как, ну, это может быть отчасти немножко утопия, конечно, но к чему мы должны стремиться, это то, когда мы берем ресурсы, берем, используем ресурсы природы, земли, и создаем такие материалы, такие продукты, которые позже мы можем извлечь из этого продукта, и дать им в другом продукте новую жизнь. Тем самым мы создаем такую цикличность, и такой термин еще есть cradle-to-cradle от... Да, от сколыбеля до колыбеля, то есть у нас вертится, такой круговорот жизни появляется, нету конкретно такого мусора в общем смысле. И вот сейчас вот за счет этих методик проводится очень много дизайна аудитов, допустим, больших фирм и маленьких фирм. Это не обязательно касается создания каких-то продуктов даже. Часто, допустим, в больших производствах, к примеру, вот недавно в какой-то семинаре был такой кейс, привели, много производства, и там работников 500, и они все ходят на обед, и большинство из них приносят с собой в коробочках еду, разогревают, а потом выкидывают, кто-то в одноразовых коробках приносит, кто как, и провели аудит, оказалось, что, во-первых, вся эта вот переработка всех этих коробок, они все выкидывали, где попало, и потом за счет вот этого анализа проработки этого кейса решено было, что намного эффективнее, полезнее, дешевле, и лучше для природы, если будет какая-то кейтеринг-фирма, кормить тех рабочих и все это чистенько убирать. Все. То есть это даже маленький такой фрагмент взаимодействия как бы в большом производстве уже какой-то как-то футпринт оставляет более зеленый как бы для всех нас. То есть это все может смотреться как глобально, так и в каких-то микромоментах взаимодействия. И потом если вернуться тоже к дизайну мышления, вот это фруктуристическое мышление, то есть это вот старая такая очень популярная инфограмма, что есть юзер, есть бизнес, есть технологии. То есть дизайнер создавая что-то должен понимать потребности людей, для кого вы это создаете. если потом учитывать прибыли и вообще условия бизнеса, что это реально продавать и так далее, и так далее, развивать этот продукт. И возможности вообще это производить. Современные технологии давали возможность все это производить. Это было недорого, рентабельно и все такое. Но в современном как бы мире очень острая проблема стала, что все это как бы мы смотрим только на нужды людей, так сказать, что есть потребитель, есть бизнесмен какой-то, есть производственник и так далее. Мы совершенно забываем о каком-то более общем рассмотрении, что здесь выпадает социальное влияние экономическое, политическое и главное, что окружающие среды, влияние на окружающую среду вообще всего этого. как это будет в будущем. И что еще в футуристическом мышлении интересны вот эти новые методики, что анализ идет не только там ближайшего прошлого, что человеку сейчас нужно. на примере стула, если я начал сам работать, как там, не знаю, 10 лет назад или вот пошли не 5 лет люди взаимодействовали со стулов, да, и как они будут там ближайшие 5 лет с ним что делать, да, а стараются смотреть уже, анализировать в долгосрочной перспективе, да, вперед, то есть до того, как начинается создание какого-то продукта, да, анализируется возможность сценария, да, и потом выбирается сценарий, который наиболее подходящий и как человеку, который будет использовать, так и окружающей среде, и потом уже выбирается альтернативы наилучшие и развиваются, то есть схема остается похожей, но чуть-чуть меняется, вот, это вот про теорию дизайна, про новые мышления и все такое, а сейчас непосредственно к своему проекту и подойдем. Да, вот проект, который уже здесь представлен тоже, он состоял, и это называется N30, состоит из материала Neular, это фирма Neular к нам пришла, и мы с ним сделали немножко другие сначала продукты, но в процессе из-за изменения вообще в целом ситуации и в мире, и у нас в Эстонии, как бы, мы немножко перешли к другим продуктам. Сейчас немножко подробнее про это раз тоже расскажу. В целом у нас в линейке здесь здание представлено, это правая скамейка, это уличная мебель, серия уличной мебели, модулярной, мебель. главный такой козырь наверное был в том, что мы использовали перерабатывание материала, то есть изначально доски, на которых сидеть, они созданы из материала Neular, и сам материал он из отходов, из различных отходов, из бытовой техники, пластиковых бытовой техники, и у них есть разные типы этих досок, брусьев таких, и комбинируя разные вариации, мы создавали, пробовали разные предметы, и из-за того, что у нас ситуация изменилась, опять же, тот же ковид немножко повлиял, и у нас появились некоторые идеи о том, как, какие есть необходимости и в данный момент, и в целом у нас в процессе изучения ситуации образовались некоторые типы мебели, которые могут создавать такие ансамбли или окружающую среду, и тем самым они могут влиять на поведение части человека, то есть они могут быть как объединяющие, где люди могут собраться вместе, близкие, например, и пообщаться, это, например, посередине, средняя часть, где люди друг с другом напротив находятся, также та же конструкция, тот же элемент мебели уличной может работать совсем к другому, он может людей изолировать немножко, уединить их, чтобы они могли сами собой быть от других подальше, и поэтому у нас также и эти верхние части создают такой как шилд, у нас изначально было название такой щит, и тем не менее в цветовое решение опять же добавлено немножко цвета, красок, чтобы опять же немножко добавить энергетики, радостности, того, что солнца у нас не хватает, но главное, что мы в процессе тестирования поняли, то, что и вообще в целом, что у нас есть необходимость в модулярности данной мебели, чтобы можно было минимальным количеством деталей создать разные вариации, и это мы решили тем, что у нас одна деталь, которая при необходимости разворачивается и образует такие стенки, и на которые уже сверху идут эти доски, то есть почему хорошо, что мало деталей, во-первых, материал, если у нас допустим детали не идентичные, то надо разные чертежи, разные производственные методы, тем самым мы уменьшаем количество деталей, уменьшаем стоимость и даже время производства, и эти такие универсальные элементы, они создали нам несколько вариаций мебели, верхняя часть это просто обычная мебель, обычная скамейка без стенок, без задних стенок, потом она может трансформироваться в маленькую нижняя справа, слева немножко не особо видно, наверное, но там такой ящик для клумбы, в зависимости от того, что мы хотим, что клиент например хочет, либо в парке или где угодно, их можно рядышком друг с другом комбинировать и создавать такое настроение какое-то, да, и также были некоторые детали добавлены, которые позволяют изменить профиль скажем пользователя, потому что пожилым людям или людям, которым сложно допустим вставать, то они могут использовать такие подлокотники, стойки, можно использовать для книжки, для кофе например поставить, либо даже планшет какой-нибудь компьютер, так, ну и вот эта вариация, она вид сбоку такой, и там есть даже по-моему общие варианты, где они все вместе, и также в процессе в поездках на завод постоянно какие-то новые нововведения, как упростить их крепление, уменьшить количество металла, чтобы уменьшить ресурсы, которые задачены на этот объект, и из-за того, что в принципе у нас все эти материалы, они могут заново использоваться, например, мы берем мусор, фактически делаем эти доски, потом эти доски заново, когда они уже становятся непригодными, мы заново их перерабатываем, но кстати, вот эти доски, они по сути не нуждаются в каком-то отдельном уходе, как дерево, например, потому что их просто этим керхером помыть и все. Так, и в целом, я думаю, не заправляемся. Сегодня дизайн, как мы для себя точно решили, мы уверены в этом, что это одна из таких важнейших компетенций для развития не только бизнеса, но и изменения старых, но и вообще создания счастливого будущего для всех нас. Так, друзья, у нас есть немножко времени для вопросов. Пожалуйста, есть ли вопросы к Павлу Витальеву? Пожалуйста, антивандальное у вас есть там какой-то, не знаю, идеи в этих больших стенах или просто просят? Антивандальное это, конечно, вся мебель на улице должна быть антивандальное. Обычно это все покрывается лаками поверхности, в этом плане сам не улад материал, потому что он целостно-серый, у него нет покрытия краски. Желтый, но его можно любым цветом покрасить, но везде нарисуют, будет желтый нарисует черный, будет черный нарисует белым, то есть здесь вариантов не сближать. Есть покрытие, которое продается даже в обычном строительном магазине ими проходить валиком, если кто-то сверху что-то рисует, их смываются и заново покрытие, которое позволяет абсорбировать краскам перманентного электрички. Желтые эти и скаль электрички. И мы смотрим варенькие столики, ладно, божественное мальтивандальное, но они даже в них трудные, они как раз опасны. Например, какие? столики для детей, которые будут с ногами бегать, прыгать. Второе, вот это у вас есть какой-то анализ вот этих вещей? Все-таки да, похоже немножко на электричку. объекты все, конечно, есть острые. Сейчас выйти, часто скамейки, перилы, углы, все, 90 градусов. Это не вандание, это был опус. Не думали? Нет, думали, конечно, думали, конечно, но есть части, то есть все решить невозможно. Столик, который дополнительный для этого, вот меня просто очень бывает. Он же железный. Да, он железный, но как раз таки антивандальный, как вы говорите про антивандрол. Он не собственный углам, он специально сделан. Имейте ввиду вообще грань, она вся обработана, они скруглены, она нет остро. Но все равно дети залезут туда тоже. Ну да, так мы рассчитали и их нагрузку. Понятно, что если взрослый человек будет прыгать на нем, то ничего он не выдержит, но в целом может когда и стол наплазил какой-нибудь бобой век. Там, если сейчас посмотреть, здесь не видно, но снизу идет эта ножка, она идет под столик, и она до нее добавляет удовольствия. Наб столиком довольно-таки опасна. В принципе, здесь понятно, что новые современные доски, остальное железо. А желтые это железо. Да. Здесь тоже есть такой тонкий момент с этими столиками, с поведением людей, что в принципе как дизайнеры открытого пространства, они немножечко влияют на изменение поведения людей. То есть им постоянно давать понять, что это не разбить, не разломать, что это как тюремные скамейки, то люди будут себя так же вести. То есть если им потихонечку давать понять, что это красивые вещи, но с ними нельзя относиться, то и принцип поведения людей тоже будет меняться. У нас люди разные психики, они спровоцируют этот столик, как дизак, как наушенник. Любой объект может спровоцировать. У меня машина стоит, кто-то может подойти, она будет дарить дверь, она порвнется. Это от человека зависит. Есть вся уличная мебель, все, что на улице, оно должно быть двух вещей. Оно должно быть безопасным, это должно быть как-то проверено, оно должно быть антимандальным, чтобы нельзя было опрокинуть у нее большая вот эта есть. Она крепится к земле. Ну да, и третье, чтобы еще и нажарело, не помнилось, где стоить эпидемиала. Две вещи, по крайней мере, как написаны. Один вопрос мы еще примем для Павла и Виталия. Можно заказать. Это у меня тегида ИТА. Если ури это не уранист Токио, я куда арендоваться на проект Эдоси ИТА. ИНЯ ОЛАРО. ИНЯ ОЛАРО, ИНЯ ОЛАРО. ИНЯ ОЛАÍ. Спасибо большое коллеги. Теперь моя очередь немножко порассказывать настала. Так интересно, когда сам представляешь, сам вступление даешь, потом сам про себя рассказываешь. Я работаю в Brand Panel, я работаю много где еще, а это наш иллюстратор нарисовала всю нашу команду. Мы все едем на велосипеде на этой картинке. Вообще на самом деле сейчас буду показывать некоторые слайды и там будут похожие вещи с тем, что показывали коллеги, само собой, потому что работаем более или менее в одном и том же. Но я занимаюсь сервисом, я занимаюсь сервис-дизайном. Я продумываю взаимодействие людей, вот то, о чем Павел говорил, я продумываю взаимодействие людей с определенными сервисами зачастую. То есть не продуктами, продуктами тоже. Павел приводил пример со склону. А среди наших продуктов, которые мы делали, есть такая штука, которая называется Deeper Fox. Deeper Fox это такая здоровенная дрель с хваталкой, которая выкорчевывает пни. Она выкорчевывает пни. И когда к нам пришли ребята из теперь уже Deeper Fox, у них была такая промышленная штуковина металлическая, что-то крутится, но очень похоже на фильм «Пила». Есть дрель, вокруг нее такие хваталки, я не буду сейчас видео открывать долго. Вот. И выглядит это все так, довольно промышленно, сурово. По итогу нашей работы мы пришли к выводу, что самый большой американский рынок, в котором есть потребность просто у частных домовладельцев надеть такой Deeper Fox на свой John Deere или какую-то газонокосилку с манипулятором и выкорчевывать пни ездить. Сейчас в Фейсбуке огромное количество видео, где такие, как бы, как коренные американцы ездят и выкорчевывают пачки деревьев и снимают, как им очень нравится эта штука, которая просто, значит, в труху сначала пень, а потом остатки просто может вот так вот вытащить. И в чем здесь сервис-дизайн, да? В чем здесь сервис-дизайн? Во-первых, в том, чтобы дефинировать вообще, для кого этот продукт, кому он нужен. Потому что они же все приходят клиенты с тем, чтобы всем надо все. И штука для сауна нужна всем, и скамейка. У всех сидят, правильно? Значит, всем нужна скамейка. У всех деревья растут, значит, всем нужно их выкорчевать рано или поздно будет. Ну, то есть, то есть, явно всем понадобится все. А потом оказывается, что как раз таки опыт взаимодействия с предметами, он разный у всех. Именно поэтому магазины разные, да? Как вы понимаете, я в основном работаю с русскоязычной аудиторией, и с русскоязычной аудиторией это в основном ритейл российский. В том числе и здесь, когда мы из работ, которые здесь приурочены, собственно, к сегодняшнему мероприятию, здесь представлена работа для «Можно есть». Это небольшая ритейл-сетка в России. Вот. И именно поэтому и ритейл-сетки выглядят по-разному для разных целевых аудиторий. Потому что разный опыт взаимодействия необходимо сформулировать и сформировать. Ну, давайте я вам быстренько почитаю каких-нибудь слайдов, потом еще поделюсь, может быть, своими подходами и что я делаю как сервис-дизайнер в основном. Я и так перескачив могу сказать, что в основном работая с ритейлом как сервис-дизайнер, я стою возле холодильника с курицей, намотав пакет магнита на руку и как бы делая вид, что первый раз пришел сюда и не знаю, какую курицу выбрать. Потому что мне нужно исследовать рынок полуфабрикатов, например, для Мираторга и рассказать, какие котлеты мы будем как упаковывать. Поэтому мне нужно спросить выборку из 15 пожилых женщин, 15 матерей среднего возраста, которые находятся с коляской и так далее. И вот так в течение дня притворяюсь мужчиной среднего возраста, которого жена отправила такой походкой купить котлеты. Я спрашиваю, что вот она же из района, она же здесь живет, может быть она мне посоветует какие выбрать котлеты, может она знает. И сердобольная женщина обязательно советует мне, какие хорошие котлеты мне нужно скушать. И это дает огромное количество того, что дизайнер называет инсайт, понимание того, почему она выбрала именно это, а не что-то другое. На основании чего она сделала выбор, какие факторы, влияющие на принятие решения о покупке, с какими из этих факторов можно работать и с помощью каких инструментов коммуникации. Упаковку используют, все, что Павел показывал на своих слайдах или какие-то другие методы коммуникации. Собственно, в этом и заключается значительная часть работы по сервис-дизайну. А другая часть, наверное, работы в том, чтобы получить много-много разного опыта вообще в разных вещах. Заказав что-то из Амазона, съездив в какой-то уникальный магазин, где там никто не бывал. В Краснодаре мы были в магазинах, которые открывают в квартирах. То есть там была ретейл-сетка с самым большим профитом, и они открывались, выкупая квартиры на этаже в жилом доме, и они не меняли дизайн квартиры. То есть ты заходишь в квартиру, то есть ты понимаешь, что вот тут ванная была, но ванной нет, как бы на полу, естественно. Но вот там вещи разложены, холодильники стоят, да. То есть абсолютно планировка не менялась, и это очень лоу-постеры, максимально прибыльные. Вот такие магазины, например, мы повидали. Или повидали гипермаркеты 16 тысяч квадратных метров в Тюмени. Ну да, потом после того, как все это проанализировано, все это упорядочено, мы формулируем это в стратегию. Мы часто говорим о стратегии, сейчас еще у нас будет дискуссия, мы будем тоже говорить про стратегии. Вообще, что такое стратегия? Вы знаете, когда заходишь на сайт какой-то фирмы, фирма, говорят так, да, сайт компании, и там в разделе «О нас» есть миссия, цели и ценности. И вот там, ну так, примерно 18 строчек это занимает. И довольно часто сразу понятно, под какими миссиями лежит еще 2000 страниц исследования, и что с этим делать персоналу, потому что есть же еще, ну, условно, не менеджерский персонал, да, а следующий, который синие воротнички. И насколько они могут руководствоваться этой стратегией, да. То есть магазин в Апатитах, или магазин в Тюмени, или магазин в Житомире, например. Насколько они могут, вот там есть такой руководитель магазина какой-нибудь, и их собирают раз в год в столице, например, или на каком-нибудь хуторе, где рассказывают новую стратегию. Теперь наша стратегия вот такая, да. Например, «Вести Энергия», если я правильно помню, сейчас объявила стратегию, которая называется «Бой Ту Сиро». Таким образом донесла ее до жителей и до Вирума, что всем стало понятно, что путь к нолю, это значит, как бы, путь к нолю. Ну, вот, как бы, как сказали, мы так и поняли. И собирают раз в год, например, представители магазинов, и говорят, теперь наша стратегия вот такая, пролистывают слайды, пролистывают слайды. Потом директор магазина приезжает к себе в магазин, там 25 сотрудников, да. Там 10 каких-то складских ребят, которые на роте таскают, значит, палеты с какими-то грузами. И там 10-15 женщин, которые на кассе, по залу торговому и так далее. И он говорит, ну что, ребята, значит, здесь стратегия у нас такая. Значит, не знаю, все зеленое. Ну и все. И вот как они поняли стратегию, так в итоге покупатели этого магазина, которые придут покупать что-то, ну вот так они эту стратегию и получат на блюдечке. И вот наша задача не только сформулировать стратегию, чем очень многие занимаются, и даже здорово, бывают очень реально классные проработанные стратегии, которые потом вообще не применяются. И вот я своей задачей, в том числе, как дизайнера сервиса, вижу, чтобы заделиверить. Вот, знаете, есть delivery, типа, что важно, важно деливерить. То есть, как эту штуку потом реализовать смогут на месте люди, которые руками вот эту вот штуку реализуют, да, в магазине или там еще что-то делают. Ну, Павел показывал. Мы в основном работаем по Double Diamonds. Два там ромбика было у Павла в презентации, да. Мы, значит, берем клиента за руку, вместе идем в магазин. Мы так делали исследование для одной ритейл-сетки, европейской, она в России называется Перекресток. И мы пришли с руководителем в магазин, не в России. И у них была проблема, что у них был очень низкий чек матерей с детьми, а при этом детских товаров огромное количество. И они наращивали количество СКУ детских товаров. СКУ – это товарных единиц. И, значит, уже там одних заменителей грудного молока выставили два десятка на полки. И я не знаю, что там, памперсы, компании, два продукта, там, что-то соединяли. Программа лояльности. Они сделали все. И, ну, это вот эти смешные истории, когда, знаете, профессионалы рассказывают, евреи шутят, евреи шутят. И мы, значит, идем, знаете, как в магазине, когда праздник большой, начальство приехало в такой, ну, в магазин, как бы, в провинциальном городе. И все, как бы, стоят вот так вот, затаив дыхание. И мы проходим, а там, короче, знаете, турникет такой крутящийся есть. И ты заходишь, как бы, помещение магазина так устроено, что там сначала дверь, ты, как бы, открываешь дверь, она не автоматическая. А потом ты заходишь, и такой, как бы, животом надо провернуть такую штуку. У нас потом еще, как бы, сделали ворота такие, максимум, которые нужно так пнуть. А там такая штука, нужно, как бы, идти вот так по ней. Ну, и мы переглянулись, потому что понятно, что надо как-то продавать за деньги совет о том, чтобы убрать турникет. Ну, нам же тоже есть надо. Вот. И есть еще, в стратегии есть такой момент еще, как уровень гигиены. Это когда, ну, для разных стран он по-разному, и для разных локаций он, естественно, по-разному диктуется. Где-то, наверное, уровень гигиены просто, чтобы тебе не нахабили. А где-то уровень гигиены – это определенные критерии обслуживания. Это не значит, что все должны говорить, там, на вы, кланяться и так далее. Это другое понятие. Есть такая дефиниция, как tone of language. То есть, как вообще компания коммуницирует с собой, на какой ноте в таком ключе. Чуть-чуть по кейсам пролистаю, посмотрим, сколько у меня времени, потому что мне нужно дискуссию начинать будет минут через 7. Всяких клиентов сейчас просто полистаю, порассказываю. Ну, да, собственно, как мы готовим. Сначала мы делаем исследование, потом исследование мы пытаемся превратить в какие-то схематические наборы. Когда смотришь на одну маленькую комнату, это гораздо проще, чем когда это нужно потом сделать на 16 тысяч квадратных метров в Тюмени за неделю. И таким образом мы стараемся максимально редуцировать количество предметов, которые необходимо будет произвести клиенту. Потому что скалируемость это то, что супер важно для больших клиентов. Ну, например, торговая сеть «Семья», у них 750 магазинов. И производят преимущественно всякие разные материалы местные производители. Вот в городе Апатиты, который я упомянул, какие есть. И они не будут централизованы из столиц доставлять какие-то вещи. Поэтому максимально необходимо разработать такую дизайн-систему, которая будет повторяема, легко повторяема в местах. Призма. Очень мы их любим. Ну, так выглядят схематические планы, стратегии. Мы стали в какой-то момент готовить для всех клиентов схемку, которую можно повесить в каждую подсобку, куда заходит сотрудник логистического штаба, чтобы он лишний раз... Просто мало ли, это такая надежда, что он увидит, как там нарисованы вообще, что для них клиенты, на каких клиентов они ориентируются. Почему они заказали коробки вот с таким соком, а не вот с таким соком. И он лишний раз, может быть, это поймет и решит, что не очень круто на фуре подъезжать через газон напрямую к доку разгрузки, а можно чуть-чуть вот так объехать, чтобы газон оставить будущим поколением этого дома, где на первом этаже магазин располагается. Поэтому, ну да, поэтому обязательно мы внутреннюю коммуникацию внедряем. Зачастую это просто такая хотя бы книжка, но что тоже уже, уже хоть что-то, хоть какой-то шаг. Тоже это будет один из вопросов, который я сейчас подниму в дискуссии. Какую часть добавочной стоимости будет составлять этический вопрос в дизайне в будущем? Потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, чтобы продавать то, о чем говорил Павел. И если в Скандиналии, когда мы работаем со шведскими клиентами, легко это продавать, да, потому что действительно люди задумываются о будущем. Конечно, если мы говорим об СНГ, сейчас довольно сложно рассказать, что это может быть важным аспектом добавочной стоимости. Что мы не видели в Призме? Все мы видели в Призме. Не буду тут особо рассказывать. И про Эр-Киоск тоже. Вот Эр-Киоск. Ну все ходили в Эр-Киоск, правильно? Был вот такой Эр-Киоск, а мы его сделали такой, какой он сейчас в Призме. Частные торговые марки, это, кстати, вообще супер, как сказать, супер наш конек, но наш конек это все. Супер классный метод коммуницировать позиционирование компании, которая что-то продает или хочет как-то скоммуницировать с потребителями, да. Потому что когда в Эр-Киоске они наняли повара, шеф помог сделать им, продукты для Эр-Киоска производит мама. Они не сами в Эр-Киоске делают вот эти вот там буки или что-то еще, это завод такой мама называется. И они вместе с коллаборацией сделали действительно отменную линейку продуктов, которые они продают в Эр-Киоске. И это позволило показать просто заботу. Заботу о пользователях Киоска, да, а что им еще нужно? Им забота нужна. И вот проявив такую заботу, безусловно, они повысили лояльность, ну и как бы запозиционировали себя лишний раз на рынке. Показали себя здорово на рынке. Предыдущие картинки были из программы франчайзи для Эр-Киоска, потому что отдельным вызовом для нас было сделать набор реклам, сделать набор, сделать такой промо-пакет, который позволял бы Эр-Киоску перейти на бизнес-модель франшизы, можно сказать, да, чтобы позволить людям самим зарабатывать деньги с теми инструментами, которые им дает Эр-Киоск. А это совсем другой уровень лояльности, который им дает Эр-Киоск. Но когда ты делаешь предложение инвестировать там 30 тысяч евро во что-то, и как бы может быть это что-то принесет тебе прибыль, это требует немножко другого уровня доверия. И мы, опять же, тоже абсолютно так же, как коллеги, интервьюировали тех, кто запускал свои бизнесы, тех, кто делал свои малые бизнесы, тех, кто начинал с малых бизнесов и добился большого результата. Ну и делились этими историями с нашими предпринимателями. Аполло – это вообще суперкейс, который собрал все награды и везде. На тот момент, когда Аполло обратились в БЕМП, Аполло имели один кинотеатр, два книжных магазина, магазин компьютерных игр с дисками и картриджами. И книжный, кажется, на тот момент уже был. И нужно было все это собрать, сделать из этого всего один бренд или не нужно было. То есть вот такой набор вопросов – а нужно ли один бренд, не нужно ли один бренд, вообще как все это дело продвигать, а какая программа лояльности внутри должна быть, чтобы вы за пять фильмов получите сакан сока или там в блендер надо идти, а у нас, кстати, нет еды. И тогда мы сделали концепцию развлекательного мира Аполло, сделали всю линейку брендов для Аполло и уже тогда знали, что у них будет какой-то фуд. На тот момент еще не было понятно, как входить на рынок фуда, но тем не менее, и было решено, что мир Аполло, развлекательный мир Аполло должен охватывать своего потребителя. Может быть, в будущем это такой балтийский Амазон, скажем так, вот такая амбиция, да? Но именно поэтому для Аполло делали электронные книжки, и я имею в виду не электронные книжки, которые вставят, а e-book, которые можно взять и на него загрузить книжки, брендированные Аполло. И кинозалы Аполло, которые, кроме брендинга, действительно собрали в себе все самое лучшее, потому что дизайнеры, которые делали эти залы, послетали в 11 лучших кинотеатров, по мнению разных людей, с рулеткой. По мнению разных людей, дизайнеры слетали потом с рулеткой. И тихонечко, ну как я и сказал, то есть когда ты дизайнишь сервис, зачастую ты парень с пакетом у прилавка или с рулеткой в кинотеатре, замеряя ширина сиденья, да, она прикольная. Быстренько померяем, нормально, и до коленей 10 сантиметров, а всего 35, супер, оставлю заметку в телефоне. Вот такие, собственно, дела, так происходит дизайн сервиса. Ну, блендер, тут все понятно. Внедрение лояльности вы все знаете. Окей. В принципе, все вот эти бренды, они в какой-то момент жили перманентно. На всей торговой сети, 70 магазинов разного размера. Вот, как говорится, вот и думать. Причем, а, другой очень интересный момент. Акционеры, окей, летали по разным странам, и они смотрели магазины, которые им нравятся. Но, так как системного подхода и никакой дизайна системы не было, идея была такая, что они, например, летят в Италию, и им очень нравится, или там, не знаю, по Франции в Калифор сходил, и им очень понравилась мансарда. То, что надо. Я знаю, что нам нужно делать завтра в 70 магазинах. Это мансарда. Она там зеленая в полоску работала отлично, делаем зеленую в полоску мансарду. Или, например, мы едем там в Призму. Вы, наверное, вот эти картинки-то узнаете. Вот. Но это окей, как вы видите, это не Призма. Вот. Потому что мы тут съездили в Эстонию, решили, что съездим на Палты, а по дороге ехали через Сталин. И там были вот такие большие мудки, мейджи с яблоками. Купите срочно на фотостоке. Задача, как всегда, в ритейл. Систематизировать кучу носителей, которые присутствуют у клиента, и потом максимально редуцировать их, сделав максимально простую дизайн-логику. Здесь все-все-все тачпоинты. То есть места, где соприкасается клиент с этим сервисом. От мебели до ценников, до mood images, которые там нужно как-то скорректировать. Или не нужно скорректировать, но они должны быть в брене так или иначе. Ну и вот таким образом мы все это причесали, сделали прекрасные новые фасады, коррелирующие с бренд-стратегией, при этом позиционирующие магазин не там, где они были, а там, где они хотели быть. И дизайн-система, которым было довольно легко внедрять. На самом деле, с одной стороны, при том, какой разрозненный ритейл в СНГ, и каким он кажется громадным, иммунтуозным и хаотичным, с другой стороны, ресурсы, которые там есть, просто колоссальные. Например, вот эти штуки, они называются торцевые гондолы. Ну и правильно, вся вот эта конструкция называется торцевая гондола в ритейле. И когда мы тестировали торцевые гондолы, там было 4 разных варианта. У нас были кубы, у нас были... То есть, вот, представляете, возвращаясь к вопросу P, о том, какая продолжительность работы в проекте. Ну, 10 лет. Был вариант прямоугольный, такие, со сглаженными углами прямоугольные, ну, просто плоский торец, такой же, как вниз, да, треугольный торец и так далее. Нам ничего не стоило на трех тестовых магазинах, ну, в смысле, это стоило клиентов, я имею в виду, как быстро это сделать, смогли. Нам ничего не стоило разместить в систему видеонаблюдения, которая делала hotprint. То есть, где люди останавливаются, что считывают. И потом мы смогли с помощью Python и Big Data проанализировать, какие торцевые гондолы ведут на те товары, которые люди в итоге забирают с этой полки. И таким образом, да, в итоге пришли к финальному виду таких треугольных гондол. Хотя, изначально, конечно, казалось, что вот такая гондол, ну, как нижняя, да, казалось бы, типа, ну, блин, понятно же, со всех сторон, блин, дороже, хорошо. Униформы, ну, и всякое такое. Тут так сказать, что скажешь. Наверное, я, пожалуй, на этом буду заканчивать свою презентацию, потому что могу показывать разные кейсы, а потом рассказывать про ритейл. Я должен показать вам, что мы делали для «Можно есть», потому что «Можно есть» представлено здесь и до 30-го числа, если я правильно помню, можно посмотреть. Это не навязчиво, просто я прорискиваю наши кейсы. Это я пока ищу тот, который я должен вам показать. Извините, пожалуйста, это действительно никуда не придется. Мы сейчас максимально быстро его откроем. Так, ну, что, это презентация? А, нет, здесь есть. На самом деле, я расскажу вам об этом очень быстро, потому что, на самом деле, это довольно типичный кейс. Просто очень важно, когда у клиента есть душа, и когда они тоже хотят сделать все с любовью. Они становятся просто корпоративной машиной. Когда я учился в Америке, и я стараюсь какие-то речи перенять, и у нас реализовывать здесь обликты, где многие из вас уже бывали, а некоторые побывают сегодня. Ну, когда мы там ездили, вот люди просто от души распечатывают картинку на принтере, она такая сплюснутая немножко. И просто, например, сзади на монитор привешивают администратора, ты заходишь, ну, сразу понятно, что здесь живут живые люди, да? И, может быть, это не так немножко, как у нас в Балтийских странах, да? Когда ты заходишь, и мы теперь построили стекла и бетона, и так все чисто и пусто, что просто класс. И девочка сидит, значит, в этом камерном раю. И вот очень круто, конечно, когда люди с душой по всему подходят, да? И стараются сделать лучшее, то, что они могут. Это тогда легко такую работу потом показывать, рассказывать, как здорово, как много мы добились, да? Когда клиенты, не клиенты, а если бы с ним за руку прошли весь путь и сделали все это вместе, вот. И, конечно же, они из Питера, это само собой, вот. А это их самый главный начальник, который, естественно, работает на кассе периодически для того, чтобы вы вообще, ну, вы принимаете подход. И на самом деле подход это самое главное, подход диктует все. И результат очень сильно зависит от подхода. Спасибо большое, друзья! Я переговорил на 3 минуты. Если есть какие-то супер-вопросы один какой-нибудь, я, может быть, отвечу, и мы дискуссию давайте сделаем. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если хочешь. Все, я распечатал. Люди более подкованы в вопросах этики, то есть не покупают вещи лишние, они покупают вещи, которые они знают, что они экологичные, что они сделаны с умом, что они фирма, которая их производит, поддерживает в Африке, что угодно. Они поддерживают социальные проекты. Люди знают об этом, они будут покупать те вещи. То есть если они заведомо знают, что там какая-то фирма с идеологией постсоветской, им все равно до покупателей, они фигачат там, взяли изложение говно и пытаются его продать. Они не проданы. Пусть они миллиарды потратят на рекламу, но люди не купят это и все. Это сейчас так? Ну, мне кажется так. Все равно рынок, он как бы новый. Ты работал с ритейлом? Нет, нет. Это мое мировознение, кажется, это скорее всего. Постой в грозе. А как оно в ритейле? По-разному. Нет, по-разному. Очень интересно. И что мне еще, допустим, тот же вопрос экономики замкового цикла, что европейские фонды спонсируют государство, допустим, Дизайн Кескус тоже проводит воркшопы для предпринимателей. Дизайн бульдозер, программа. Очень много, кстати, программ, которые могут предприниматели писать заявки и поддержат и оплатят услуги дизайнерам. Именно, именно. То есть это на государственном уровне, через организацию, как Дизайн Кескус поддерживается и обучается предпринимателю действовать этично. Обнедрять эти вот инструменты того же экономики замкового цикла в свои процессы. Но это круто, мне кажется. Но, в всяком случае, для предпринимателя надо очень четко и ярко высказать, в чем от этой этики будет польза. Да. Ну, вопрос. На добавочную стоимость это влияет? Ты абсолютно правильно говоришь, что это скоро станет частью добавочной стоимости неотделяемыми, да? Если мы посмотрим на скандинавские страны, вы видели, что в апреле следующего года они прогнозируют последний бензиновый автомобиль. Можно сказать, я постарше, наверное, вас и знаю некоторые времена, что мы изучали в школе такие программы, где сказали, что они перевернут печку реки. Развернут реки спять? Да. Так что я вас уже видел и слышал что-то подобное. Так что плоти... Силы природы. Силы природы. Очень трудно. Но технически некоторые реки все-таки меняют направление. Технически? Да, да. Мне кажется, еще... Мне кажется, что мы иногда слишком много концентрируемся на кто, например, да? И всегда мы этот кто у нас человек. Помимо этого у нас есть еще даже природа, которая также нуждается в правильном подходе. То есть если мы, например, дизайн какой-то создаем, сейчас уже невозможно не учитывать то, какой вклад идет в разрушение природы. Без этого уже довольно-таки сложно что-то создавать. И не только как бы в целом природа, как, не знаю, там, земля и так далее. Но и все животные существа, они такие же существа, и у них есть права такие же, как и у человека. То есть это все надо учитывать. Да, в этом плане как бы мы в такое интересное время живем, что эта проблема стоит настолько... Просто она никогда такой не была. И вот для нашего поколения, для будущих поколений вот это... И на самом деле это и страшно, да, с одной стороны, но это челленджинг для нашего поколения и ближайших нескольких, что сделать с этим совсем. И это и есть как бы небольшой такой вопрос этики, что там все организации какие-то связаны с экологией, там, все, конечно, трубят там, что что-то там назревает. На самом деле вот мне нравится, там, то есть комик Карлин, кажется, да, да, он сказал, что природе, земле, ну, ей все равно на вас, она вас там смахнет как-то там, блох, да, с себя, и все. То есть с ней будет все окей, это вы там, у вас проблемы, это нам не надо помогать природе, это не нужна наша помощь, не трогайте меня. На помощь себе. Помогите своему дому, сделайте свой быт правильный, а не делайте мне хорошо. Вот мне это нравится идея. В продолжение твоего разговора, самый главный, по-моему, тема, это мусор. Если человечество найдет возможность как-нибудь, вместо починить дизайнер, найдет возможность как-нибудь решать эту проблему, там, большой склад. Класс. Я на самом деле, когда ты говорил, Италия, я поймал классный сайт, что мы когда стейкхолдер-маффинг делаем, ну типа всех, кто вот связан с процессом, стейкхолдер-маффинг расписываешь всех, 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 кто связан вообще с продуктов и сервисом, и потом их ранжируешь по важности, чтобы для них сделать ценностные предложения, и ничего не сделать, если они не важны. И вот действительно, просто природа, включаясь как, ну, environment, да, природа как-то по-русски, не знаю, вот, когда environment. Ну это тот самый, который показал 4 кружка. Да, да, да. А из 4 кружков, они учитываются общая картинка. Да, да. Вот мы теперь будем включать, я буду все проекты, прям так писать, просто у меня, блин, прикольная идея. Очень круто. Давайте примем вопросы, мы, наконец, еще вопросы. Давайте влюбим вас на нашу дискуссию, как говорится. Давайте, друзья, можете, можете поспрашивать что-нибудь про точки? Почему у Лидии две точки, а не одна точка? Или цвет? Или цвет? Блин, проекта нам надо зубик-то принести, конечно. Синий бы хоть был синим, потому что я-то сидел, смотрел еще в полглаза презентации на экране, но вообще все так клево и красочно. А мы видели, что ли? Вот. Вопросы? Я спрашиваю. Производство откуда начинать вообще? Если хочется найти дизайнера, если хочется найти дизайнера. А тут-касснур? А тут-касс. В немецкий сердце всели с Дизайнера. В Kalabине Культаевскли с культами не было. Это вот так, да. Смур. Ахахаха. Дансписарь. И вместе к видео снимаю все фильмы. Вон на витале. Да. Да, это же как по теме. Да, как вы видите. Что это делается. Профильный дизайн, теннис-дизайн, мандорты-дизайн. Есть интересы, можете представить список разделённый по темам, по темам, какие дизайнеры чем занимаются и так далее. Я в том пути была в этом принципе «наука помоги». Но там всё же… Спасибо. Счастья вам. И там это и велосипед, и всякие там… Я понимала, там эта проблема, что это большой проект, тоже один-две-три года там, а нам надо быстро это делать. Быстро идёшь, наверное, не завтра? И тогда я искала ещё там эта пульс-академия, там Артун писала, спрашивала, а куда вообще начинать? Не ищи. Они же все искали пульс-академию. Не ищите, чтобы вам быстро что-то сделали из кульс-академии. Это не плохо. Это хорошо, согласитесь, потому что это нормальный подход. Да. Только тут вам ещё не писать, а нам не предлагать. Не ищите, чтобы они быстро прочитают письма. Если вы нездоровы, у вас что-то с сердцем плохо, и чувствуете себя неплохо, вы никогда не пойдёте в такт и туда, второго курса студентами. Ты посмотри что-то у меня. Быстро, по-быстро, пять минут. Мне надо завтра уже. Что-то не ладится. Мы это никогда не делаем. А как мы относимся к своим деньгам, что у нашей фирмы есть? Кремль. Да. Как мы решимся тратить тракт? Завтра ставим. А мы пойдём куда-то студентам, пусть они что-то быстро сделают. Ну, дизайнер пойти. Дизайнер определились. Спасибо. Так, ещё вопросы. Пожалуйста. Практически можно как клиентские, можно как агентские. Вопрос Свену тогда. Свен, у вас была, ну, вы знаете, да, у нас две биржи есть, есть большая, есть маленькая. У Свена сауном сейчас представлены их акции на первой бирже, да? Ну, Назар. Вам полезно, Назар там, неважно. А вы, допустим, подписка была 5 евро, сейчас ваша стоимость 26. А рост, это дизайн вошёл, или это просто продукт? Или вам просто поверили, чтобы вы, как эстонское предприятие, ну, назовём это второй скайп? Нет. В смысле это, что наш бюро не связан с этим, что... А, вы не сауном? Нет. А, всё на себе просто, ну... В самом... благодаря нашей работе. Да, то есть за счёт дизайна, как бы... За счёт дизайна, как бы... За счёт дизайна, как бы... За счёт дизайна, какие цели. Цены. 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 Цены работают в Исааси. Как? Ну... Павел разводует в Upstairs, а я в BM. Я, например, не имею... Ну, окей, я там не акционер, даже не имею хахты, к сожалению, в этот момент. Вот. А Павел, когда делает для города Таллин, не является там... никем, в общем... Ну, жителем является обычным, как и других жителей. Просто клиенты приходят, и мы делаем для них. И для нас САУ был такой же обыкновенный клиент, как и другие, так что... Никакой разницы нет, что... Да, разница бывает. Бывает так, что некоторые у нас постоянные клиенты, как Рикстер, кто производит ауток уличную мебель, уличную мебель, софт тренд, кто делает всякие домашние, диваны, и так далее, и китмантулема, кто производит кантовские футернички. Китмантулема у нас, сейчас пойдем ко мне в объект, у нас все китмантулема. Так что, с ними у нас постоянная связь, например, экстр, и такой эффект для нас, что мы... Мы действуем где-то 11 лет, из-за развития дизайнерского и они тоже начали где-то в таком же время, и где-то 80-90 процентов из их портелей и продукция это дизайн нашего мира. Так что и мы в смысле этого мы обслуживаем их портели с дизайнерского 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 дизайнера на дизайнерского ESI Допустим, в каких-то странах уже там, не знаю, просто съездить в лес погулять, как у нас, это уже лакшери. Для нас это какой-то лакшери, ты просто едешь в лес и гуляешь, ты не платишь ничего. А для многих это лакшери. Ты в Англии не можешь пойти и покупаться в любом озере. И вот этот тренд сохранения, что в Эстонии как бы ценится, что ты можешь просто поехать буквально полчаса в машине, и ты оказываешься в лакшери месте. Ну, в принципе, да. В многих нет доступа к такому. Это есть, мне кажется, один из таких трендов вообще. То есть, если это на берегу, то это следующий тренд. Ну, мне кажется, один из. Еще один из возможностей. Что думаете, Карин, еще? Что это было еще? Я думаю, что краткосрочный тренд, краткосрочный тренд, это ментальное здоровье, и главное сладкое, и вот эти вот штуки, типа забота о своем психическом здоровье, о здоровье окружающих, баланс, и вот эти штуки. Ну, это очень краткосрочно. В каком возрождении возвращается? Почему? В каком возрождении, это же немножко про другое. Я думаю, там же шла речь, это очнулся. А в лавенстве духа там шла речь, это немножко другое. Не-не-не, не надо, не будем сейчас туда залезать. В каком теле идет, да? Если вы посмотрите, например, сейчас вот супер на стрие, да, как модно писать, как Crunchy on the edge, значит, DressX, например, приложение в App Store. Знаете, не знаете? Короче, моя старая знакомая собрала вообще все деньги мира, несколько миллионов инвестиций, и сейчас в SunFran делают приложение, которое позволяет брендам дегитализировать их коллекции. То есть там они уже Gucci собрали, Prada и так далее, и ты можешь покупать эти вещи, они как фильтры в Инстаграме накладываются на тебя. Это называется Digital Session. И, то есть ты можешь не покупать сумку Биркин, ты можешь купить ее как Digital. И вот, то есть это отчасти коррелирует с тем, что ты правильно говоришь, да? То есть тебе не нужно владеть этим предметом, ты можешь быть весь в льняных штанах, но при этом, как бы, свой достаток показывать, да? Ну, это все тоже связано с большим будущим трендом, а дополнительной реальностью, мне кажется. Да, согласен. Просто вот такая вот штуковина, которая надвисла вот нами на всем. Ну, поражение отлично, да? Это как купить чек какой-нибудь и выставить его в Инстаграм, и все. Что купить? Чек. Чек купил, отсюда чуть-чуть там, опус. Нет, это называется NFT. Это неожиданно. NFT. Современным языком вот то, что вы делаете, это называется NFT. Когда ты не чек, а просто, ну, на экране картинка есть, и ты вот заплатил деньги и показываешь себе. Ну, либо так там даже. Это уже все, это уже нейтрально, мне кажется. Ты уже скоро отомрет. Не-не-не, там продолжение как раз-таки вот сделал коллекцию, раз, накинулся фильтр, то пошел дальше. Короче, нужно думать, как дигитализироваться, и как, как вот дигитализироваться. В дальнейшем нам ждут два мира. Дигитальный и естественный, да? Все и горечный, все и с правого. Что вы думаете, Корей? Бывает, какое-то взаимодействие, какая-то грань. Да, интересно. Как это все сделать, чтобы не запопать вообще всю природу? Может быть, мы, естественно, стараемся быть на этом стороне естественности, но всякое наружное, наружное мире, как мы испытали этот пандемий COVID-19 влияет, что мы подошли от друг друга подальше и держали, пошли в интернет. Некоторые вещи мира полкают в одну сторону, и некоторые мечты тянут на другое. Хорошая мысль. А, Лидия, как ты считаешь? Вы же там с интерфейсами уже наверняка дополнительная реальность вот этого по очкам стучали. Ну, не могу сказать, что сейчас у нас все чего-то... Нет, понятно, что заказов нет, но вы же смотрите, что нам дальше разнабатывать. Я в том, что посвящен такому реальности. Когда я училась в Академии искусств, я помогала женщинам строить его развивателем себе через поиск одежды в магазине. И я думаю, что как бы мы сейчас как раз такое время, что и технологии, и они выходят за рамки экрана действительно, и что можно, в принципе, дополнить информацией окружающей нас мир и взаимодействовать с этим миром по-новому. Например, когда я писала свой диплом, я читала про использование дополненной реальностью в магазинах, потому что магазины одежды сейчас они тоже претерпевают изменения, потому что это не только место, куда ты идешь, но для многих, например, это место, куда ты идешь проводить время с друзьями, как, например, у подростков. Также люди по-другому воспринимают женщинам и мужчинам. И то есть это больше место, где ты можешь получить какой-то опыт. И сейчас очень много, например, делается, чтобы разнообразить, дополнить этот опыт, чтобы люди их шли куда-то из-за того, что они не могут получить что-то онлайн. Вау. То же. То есть как бы сейчас идет стремление выйти за пределы экранов телефонов или как-то помочь через телефон взаимодействовать со средней. А какое было заключение у твоей работы, если не тебе супер-влезно просто звучит, про развитие уверенности? Я изучала очень много тему стыда у женщин, и это тоже отдельная тема, потому что стыд он очень разобщает. И чтобы понять, что с тобой все нормально, надо взаимодействовать и узнавать опыт других людей. Тогда ты понимаешь, что это не твоя проблема, например, поиск одежды. И что эта проблема касается многих, и по сути то, что ты думаешь, что ты неправильный, на самом деле это проблема индустрии. И мое решение было таковым, что можно сделать систему, приложение, где ты сохранишь свои параметры одежды, и когда ты идешь в магазин, ты видишь рекомендации в реальном времени, то есть метки, только от женщин с похожим телосложением, как у тебя. Потому что часто, когда мы живем, мы думаем, что я единственная такой комплекции, я единственный плюс-сайз, у меня единственный большой размер ноги. А тут как бы ты можешь быть причастный к опыту и понимать, что есть другие люди, например, такие же, как ты. Ну, это было такое. Ясла. Очень круто. Очень круто. То есть это еще и как social crowd. То есть они оставляют... Я вот это... Вау. И как бы мне нравится... Вот и тренды. Надо заканчивать. Нас выглядело. Выключаться. Ну вот, говорят, надо заканчивать. Просто так интересно. Самое интересное... Жалоба пошла. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие коллеги. Спасибо огромное, что приехали в Нару. Это супер важно, чтобы здесь тоже мы были не оторваны от остальной нашей страны. И писать комьюнити. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.